Мошенники звонят по телефону Мошенники звонят по телефону Мошенники звонят по телефону Мошенники звонят по телефону И как называется проект? Халык Банг Инвест. Халык Банг Инвест, ага. Да, да, слушаю вас. Так, Дмит, мне подскажите, что знаете о Сфере? Ну, что знаю. Я знаю, что я восьмой месяц работаю в Халык Финанс. Вот я зарегистрировался, я думал, что-то новенькое появилось в Халык Банг Инвест. Вот я прошел регистрацию, узнать, может, что-то новенькое. Ну, проект Халык Банг Инвест. Поняла, а как ты работаешь в Халык Банг Инвест? В апреле месяц. Поняла вас. А чем именно занимаетесь? А, только на этих... Как они называются-то, блин? А я из головы вылетел. Только поужинал. Ну, что иначе тогда? Чем вы именно работаете? Короче, на долгосроке. Ага. Поняла вас. Что вы сами совершаете сделки, правильно? В основном работаете на долгосрочное? Да, да. Поняла вас. А что вы сама приобретаете? Какие сделки последние обходили? Либо сейчас, возможно, какие-то открыты? Ну, я только на акциях. На акциях, правильно? Да. Какие компании больше всего вас интересуют? Какие, возможно, больше всего прибыли вынесли за это время, так как вы уже достаточно немало в данной сфере? Ну, сам банк хорошие прибыль приносит. Угу. Поняла вас. А к нам обратились за дополнительным доходом, либо за оценным, или просто за новыми знаниями? Что интересует вас? Расширить свой, как говорится, маленький бизнес. Ну, если вы предложите что-то интересное. Да, понятно. Я так понимаю, вам было бы интереснее работать с опытным специалистом в этой сфере, правильно? Смотрите, подождите, с каким специалистом? Для чего? Если вы хотите работать активно, то есть, тогда объемки могут быть в этом. Подождите, а у вас всего мобильного приложения нет, что ли? Как так? Вы это будете делать? Все через мобильное приложение. Вы просто сразу будете с специалистом? Нет, подождите. Что такое мобильное приложение, и зачем-то мне нужен специалист, то есть у вас есть мобильное приложение. Смотрите, вы же тогда работаете на бирже, правильно? Да, самое главное вам понимать. Что вам нужно купить сейчас? В Китае нужно управлять. То есть, что вы расписываете в цене? Кстати, вы уже работали, правильно? А я сейчас работаю, Есть специалисты, которые вам просто могут рассказывать, какое на вас конструкция повлияет скоро на меня? Девушка, 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 это 19 век. Мы сейчас в 21 веке живем. Сейчас технология развивается, я работаю только с приложениями. То есть, вас интересует более автоматизированная торговля? Не, ну вот, как вы говорите, халык, инвестиции, инвестиции? Да, да. Про халык финансовый что-нибудь слышали? Да, тоже проект. И он, он отвечает направлению, да. Ваши проекты? Вы сейчас как конкретно работаете? подожди, у вас же, это уже банкопроект, правильно? Да. И на какой бирже вы работаете? На конкретно бирже. Как она называется? Катция. А еще какая биржа есть? В плане, какая еще есть биржа? Ну, сколько в Казахстане биржа? 600? Алло, Денис. Ну, я задал вопрос. Повторите, я бы не услышала просто. Сколько в Казахстане биржа? Казахстане, две биржи. Ну, а вторая как называется? Есть товарная биржа Катция. Есть недомородная товарная биржа Казахстана. Ну, конечно. Вы на какой биржи сами сейчас работаете? Ясно. Алло. Да, да. Я на Казахстане работаю. Какой на Казахстане? Поняла. Какие-то сделки откройте, У меня, девушка, у меня в приложении какие я сделки выбрала, они мне показывают. Такой, мне, вы скажите, вот эти все работы стоят, но все-таки вот сейчас вы говорите, что вас интересует работу только с приложением. То есть, вообще, автоматизм у вас я вас уточняю, у вас есть мобильное приложение? Да, я же вам говорю. Как оно называется? Вы называете через Халык Инвест. Так и называется мобильное приложение Халык Инвест? Вы можете сказать, будет банк если вы просто Халык Инвест здесь. Ага. Понятно. так вы мне подскажите, чем вы сейчас занимаетесь? В смысле, чем? С вами разговариваем? Нет, это я поняла. Я имею в виду, чем вы сейчас так вы занимаетесь именно на этом направлении. Я только на акциях, но долгосрочные. Какие компании у вас встречают на данный момент? А какие компании у вас встречаются? Вы встречаете долгосрочно в вопросе получаете дивиденды? Ну да. Вы акционером в каких компании являетесь? У меня вы еще на вопрос ответьте депозитария. В каком банке вы открываете? Вы можете запускаться в работу в карте любого банка. Как? Вы можете запускаться в работу в карте любого банка. А у вас что, нет, что ли? Мы же в одном банке, блин. Вы представляете один и тот же банк. Я с этим банком работаю. Вы представляете свои услуги этого банка. Это не имеет значения. Вы можете запуститься в карте любого банка. Какая вам будет удобно? Причем тут карта банка? Дополня спросили. С таким банком мы работаем. Депонирование денег где будет проходить? Вы тщательно счет инвестиционной открытой на капитанской биржи. Уже с этого счета вы можете работать с любой картой. Девушка, вы что-то путаете депозитарь? Депозитарь? Депозитарь. Где будет открываться Казахстан? У вас в какой депозитарь открывается счет? Депонирование денег где будет проходить? Мы вам открываем счет на самой бирже. Как счет можно открыть на бирже? Что такое биржа? вы знаете хоть? Как можно счет открыть на бирже? Биржа это организатор торгов. Как можно организаторы торгов товарами ценной бумаги открыть счет? Вы что? Плачет омного и правила какие-то что-ли вы в халакин инвестиции как где вы выбираете счет? не понимаю. Так у меня он есть уже зачем мне еще какое-то открывать? Халак финанс вы халак инвестиций в одном банке зачем мне еще какой-то счет открывать еще он у не есть вы говорите что на бирже невозможно открыть счет и говорите что у вас открыть на биржи счет ну не на бирже у меня же счет я вам говорю не на бирже открыт алё у вас попадать я вас спрашиваю каким банком каком банке вы депонируете деньги но у меня есть уже счет только не на бирже а в определенном банке с которым подписан договор халык банка с этим банком где у меня открыт депутационный счет где у меня хранятся депонирование денег это халык инвестор нет а вы финансы халык финансы вы там торгуете да вы там торгуете правильно ну что ну я пытаюсь понять давайте по порядку давайте вы занимаетесь торговлей на бирже нет да халык финансы вот халык финансы тоже не бирже а что это на что это вы у меня спрашиваете это ваш счет или мой ну вы же работаете финнах халык инвестиции блин вы мне спрашиваете в бирже это или не бирже что такого биржа ваша девушка вы кем является для меня вот для для меня вы кем являетесь посредником правильно вы же не бирже вы же посредник хорошо так ваша компания какая инвестиционная или брокерская мы пришли в халык инвестор правильно то есть и инвестиционная компания или брокерская да а в чем разница смотри чем разница где инвестиционная компания я вас прошу спасибо у меня это спрашиваете ладно чего что то мы заболтались вот у меня есть счет у меня есть открытый брокерский счет халык банки дальше наши действия хорошо отлично вычислить ваш счет халык инвест зачем халык инвест у меня был банк инвестиционный счет халык банки подождите хорошо зачем зачем мне это все у меня есть дебетовый шорт так и банка хорошо вам интересно это смыть еще раз у вас там так шумно и вообще вас не слышно ужас вот у меня есть счет дебетовый так и банка ну у меня есть счет так и банк дебетовый поздравляю вас у меня у меня брокерский счет есть у меня есть Так, девушка, у вас приложения нет? Ничего нет? Как мы будем с вами работать? У нас есть приложение. Где я его могу скачать? Ну, оно, во-первых, не от курятника. Это раз. Ну, у вас шумно, как в курятнике. Я не понимаю, почему вы говорите. Что? Где нахожусь? Я вот со своими менеджерами связываюсь, там такого шума нет, как у вас. Поэтому я и говорю, что у вас курятник какой-то нет. С какими менеджерами вы скачиваетесь? АЛЫК ФИНАНС. Например. Расскажите мне. АЛЫК ФИНАНС. АЛЫК ФИНАНС. Ага. А, у вас есть обратная связь? Я вам могу сейчас перезвонить по этому номеру? Что вы с ними делаете с этим менеджерами АЛЫК ФИНАНС? Я с ними разговариваю. Что еще делают? Вы с менеджером... Если у меня какие-то вопросы есть, я звоню им и спрашиваю у них. У них нет такого шума, как у вас. Вопросы насчет чего? По работе. Кем занимается этот менеджер вообще? По вопросам приложения. Если мне кто-то не понятно по приложению, я звоню этому менеджеру. И, точнее, какие вопросы мне интересуются. Я вам что? Менеджер по приложению? Или что? Я вам говорю, что я звоню своим менеджерам ФИНАНСам. У них такого шума нет, как у вас. Или вы с другой структуры? Вы с Халык Банка звоните или не с Халык Банка звоните? Я вот понять не могу. Почему-то у структуры Халык Банка, Халык ФИНАНС такого шума нет, как у вас. Поэтому я уточняю, что у вас так шумно, как в курятнике. Или вы в одном помещении? А ФИНАНСам у вас в Халык Банка звонят? Халык ФИНАНС. Здесь Халык Банка звонят? Халык ФИНАНС. Это брокерская компания от Халык Банк. Так и мы Халык Банк. Я вам говорю, что в Халык ФИНАНСа нет такого шума. А у вас шум, как в курятнике. Я вот говорю, что у вас другая компания, что ли, от Халык Банка? Я вот понять не могу. У вас вообще не слышно. У вас там такие крики, бобли какие-то. Другая компания. Я вам уже сто раз обещаю. Я не понимаю, почему. Он мне за этот счет рассказывает. Зачем мне рассказывать из этого менеджера? У них шума нет такого, как у вас. Вы прошли регистрацию в любой компании. И что? Какая разница? Большая разница. Или с курятником разговаривать, или с нормальным менеджером разговаривать, где тишина, спокойствие, спокойно разговаривать, без всяких наездов, без всякого шума, без всяких воплей, которые на заднем фоне. Это очень сильно отвлекает от работы. Так мы с вами даже не можем начать говорить про работу. Правильно, у вас там шум гамма, у вас на заднем фоне вообще не слышно, что вы там говорите. Хорошо, но вы же не звоните с менеджером для компании, не рассказываете про то, что в другой компании не так? Ну я сейчас могу перезвонить, спросите, у вас есть такая компания, халыки инвестиции, которая на фоне курятник, блин? Могу бы сейчас перезвонить и потом вам перезвонить по этому номеру. И дальше продолжим разговоры наши, если вы так хотите. Я уже даю один вопрос, но я отвечаю на другие. У нас так весь диалог с вами. Ну давайте дальше продолжим. Потом я говорили про свой счет. Ну. Правильно? Да. Вот. Вы говорите, что вы работаете в блоках этой компании, правильно? Да. То есть вы сами не так будете, это делает брокер, я правильно понимаю? Нет. Хорошо, а как у вас тогда происходит отбовля? Все-таки, вот объясните мне, пожалуйста. Что вы говорите, что вы торговляете, а что вы говорите, что просто получаете дивиденды. Но это же не таковля, это пасти на сработать. Объяснять? Ну, вы задали вопрос, как вы заработаете, вам объяснить? Ну, вы мне просто расскажите, да, как вы сейчас работаете. Ну, рассказать вам? Да, расскажите. Сейчас. Да, Денис, я вас слушаю. Денис, вы так работаете, что даже не знаете, как, но почему вы мне не можете рассказать. Я в приложение захожу, не торопите меня. Я захожу в приложение, а вы в финанс. Записывайте. Я вас слушаю, зачем мне записывать? Да, Денис, мы зашли в приложение, это я услышала. Вы куда делись? Нет. Так я же вас говорю, вам говорю, мы зашли в приложение, да, что вы делаете? Да, что вы делаете? И смотрю, что покупать, что не выкупать. Хорошо. Даня, вы как планируете работать? Вами, ну, если у вас приложение не то, никак. Так у нас есть приложение, вы же меня же спрашиваете. Я сказал, что там у вас будет приложение, где-то приятное. Я его спрашиваю, где я могу его скачать, чтобы я его себе установил, зарегистрировался и начал работать с вашим приложением. Вы можете начать работать с нашим приложением, открыв свой счет. Нет, подожди, зачем мне открывать счет, у меня счет есть. Я говорю, где я могу скачать ваше приложение? Так вы же мне сказали, что у вас нет, что это на бирже. В смысле нет, как я вам уже 10 раз сказал, что у меня есть счет. Брокерский счет, который открыт в центральной дебюзитарии. Дебюзитарии ценных бумаг для сделок на казахстанской фондовой бирже. Даже есть бенефицар, даже есть получатель, даже есть валюта счета, даже есть ИИК, даже есть, как его там называется, БИН, БИК, КНП и все остальное, что нужно для счета. У вас есть такое? БИН, КНП, БИК, ИИК и все остальное. Если такого нету, то дальше можно даже не разговаривать. Еще раз. Как без этого всего может быть открыт счет? Если у вас такого нету, то я думаю, как это может быть, что без этого всего нету счета. А у вас где счет открывается? На немедленно. Где? Я сама открытия вашего счета заниматься не буду. Это вам уже будет объяснять, что у них финансового отдела, как вас открывается счет. У нас есть и снил. А вы что делаете? Мы с вами могли бы подобрать формат работы, который вам был бы удобен. Ну, и вы мне сказали, что есть у вас приложение, мне формат удобен только по приложению работать, я же вам сказал. Так как с приложением можно же по-разному работать. Вот это я вам и пыталась сказать вначале, но вы меня не слушали. Ну, я вас спросил, где я могу скачать ваше приложение, чтобы приступить к работе? Вы мне не отвечаете, где я его могу взять. Так вот, а вы работаете, ходите как? Еще раз. Вы работаете, ходите как? Вы хотите настроить себя автократизированно за работу? Либо же, вот сейчас просто получаете везде, правильно? Я хочу скачать себе приложение через Play Market, зарегистрироваться, там, фото, 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 как бы, фейс, мейс, там, спереди, сбоку, сзади. Сфотографировать свой паспорт, зарегистрироваться и работать на бюрде Казахстан. Смотрите, вы когда открываете свой счет? У меня он и есть уже счет, девушка, я уже сто раз сказал, у меня есть счет. Зачем мне счет где-то где-то открывать? Я с этого счета могу пополнять любую, самая, бургерская компания, пополнять свой счет. С любой карточки пополняю свой счет и с этого счета я выкладываю деньги туда, куда хочу. Хорошо, но ведь не брокерская компания, как вы говорите. Еще раз. Я вам заю, смотрите, это не брокерская компания, я вам поставлю ссылку на приложение. Вы его. Ну вы сказали же, вы инвестиционная компания, Халыка Инвеста, это же самое, то же самое, что и брокерская, что инвестиционная, что брокерская, это, в принципе, одно и то же. Нет. Я вам поэтому и задавала вопрос. А вы, подождите, а вот о чем вы занимаетесь? Ну вот, брокеры, это люди, которые являются держателями ваших денег, сами ими управляют. Подождите, 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 брокеры, люди? Девушка, люди, брокеры? Или брокеры, люди? Люди, которые сюда-сюда слова переставляетесь? Ну я вас спрашиваю, что такое? Вообще, брокер это компания, это посредник между инвестором и биржей. Как брокер может быть человеком? Вы что, вы что-то попутали? Подождите. Брокер, это также может быть человек, который предоставляет вам доступ. Который предоставляет вам доступ в бирже. То есть вы просто либо сами выходите на бирже. Да, не может вам меня представить, брокер мне не может представить доступ. Компания представляет. Хорошо, так ты у меня на галактике. Нет. Что, нет, я девушка, у меня, я с тремя компаниями работаю, работаю с тремя компаниями, брокерами, которые с приложений. В трех компаниях. И у меня в трех компаниях три приложения. Нафига мне какие-то брокеры, блин, которые там, надо еще какие-то проценты отстегивать, блин, за их не там, типа якобы какую-то информацию. Когда у меня информация поступает в онлайн режиме по этим приложениям, зачем мне какие-то брокеры еще нужны? Вы же брокеры не хотите представить, правильно? Я вам не хотела предоставить брокеры, вы мне говорите, что работаете с брокерами. Я не работаю с брокерами, я работаю с брокерами. Ну, а насчет, вы считаете, что брокерская компания вам все предоставляет бесплатно? Так не бывает. Нет, я комиссию плачу. Вам не могут предоставлять информацию? Я комиссию плачу. А какая у вас комиссия? Комиссия в приложении какая у вас? Самого приложения нет комиссии. Если комиссия при работе с личным экспертом, то когда вас обучают и получают от этого 10% прибыли. Ой, нифига себе. Поэтому чего охренелись или 10% блин? Нифига себе 10% блин. А почему вы так выражаете, Денис? Подождите. Где вы такие проценты? Вы что, вы где такие проценты? Вы сами увидели, блин, вообще, блин, комиссии, блин? Вы что, блин? Это не комиссия, это уже, блин, воровство, блин. Это грабёж. То есть 90% и 10%? Это воровство. И я вам запрошу ещё раз сохранять уважение ко мне как к человеку. Можно выражаться культурно, верно? Культура? Можно культурно. Ну а как ещё? Всё. Фух, короче, я уже встал с этим разговаривать. У вас есть, если есть, там не платформа, а мобильное приложение на телефон, вы мне скажите, где я его могу скачать. Я его скачаю, зарегистрируюсь и буду работать с вашей, как вы там? Стал их инвестиций. А если в такой платформе нет, то да, извините. Если вы хотите работать с нашей компанией, вам нужно открыть... Что открыть? Волнуюсь вам нормально открыть счёт на бирже, пополнить свой счёт. А у меня получается дотоприложение ссылку. Ну это только мошенники так делают. Как это я сначала счёт открываю, а потом работаю на бирже... А где я счёт открываю? Хорошо. А как вы собираетесь работать на бирже без счёта? Я же вам уже сто раз говорю, у меня есть счёт. Только не на бирже, а в брокерской компании. Я не могу на бирже открыть счёт. А почему не можете на бирже открыть счёт? Потому что биржа – это организатор торгов. Он не может открыть счёт, потому что он организует работу в этих брокерской компании. Там счёт никак не откроешь. Откроет. Почему вы думаете, что мне откроется? Ну я не знаю, вы что там специалисты? Младший, старший специалист, я не знаю. Если я больше вас знаю, значит я уже супер старший специалист. Что вы знаете больше меня? Что вы знаете больше меня? Я не могу вас понять. Ну вы мне утверждаете, что счёт открывается на бирже. Счёт не может открыться на бирже, потому что биржа – это биржа, это организатор, который организовывает работу в брокерской компании. Как на бирже можно открыть счёт? Я вот это понять не могу. Подождите, вы не видите даже разницу между брокерской компанией и инвестициями? Вообще между всем этим нету разницы. Ну да. Нету разницы. Что вы больше знаете? Как нету разницы? А что, есть разница между брокерской компанией и инвестиционной компанией? Да, мы с вами это уже обсуждали, конечно. Вы откуда, с какого города звоните? С Кастаны. Сколько времени у вас? У меня почти 10 часов. Сколько? Почти 10 часов. И сколько часовых поясов в Казахстане? Три. Сколько? Все, я вашу проверку прошла? Нет, не прошли. Что это были за вопросы? Ну, потому что вы не с Казахстаном вообще. Почему вы так считаете? Ну, потому что вы не с Казахстаном вообще. 100, а даже 200 процентов в Казахстане не родились, а приехали где-то 3 месяца, 6 месяцев, может год назад, там 2 года максимум назад. Или вы родились в Казахстане? Вообще три, ну. А, ну три, видите. Почему-то… Это вас принципиально? Ну да, у вас компания приезжих почему-то. Все приезжие. Потому что компания приезжит. Ну, потому что все вы приезжие. Кто мне не звонит с Халык-инвестиции, все приезжие. Вы, когда я вам только позвонила, вообще ничего не знали? Ну, как не знал? Вы не знали нашего названия. Сейчас поделитесь, кто вас назвал? Девушка, у вас реклама каждый день разная что-то. Разная. Я каждый раз и думаю, что Халык-банк что-то новое придумал. Я каждый раз регистрируюсь и каждый раз удивляюсь, что, окажется, ничего нового нет. Это все то же самое старое. Поэтому я говорю, все приезжие максимум два года. Хорошо. А для чего вы продолжаете? Нет, давайте по-другому. Для чего вы продолжаете оставлять свои регистрации? Узнать, что что-то новое Халык-банк может приложить. А он ничего не прилагает. Все то же самое старое. Хорошо, а для чего? Ну, как для чего? Что-то новое. Я вот работаю с Халык-банком. Раз, реклама. Реклама. Нет, реклама. Халык-банк предлагает что-то новое. Я регистрируюсь. А вы мне звоните и то самое, что у меня до этого куча реклам, которые были, я регистрируюсь. Одно и то же. Я говорю, все приезжие почему-то. Максимум, ну, это вы говорите, три года. Обычно было два года. Это что-то новое уже. Про Казахстан вы стопудово ничего не знаете. Про Астанулы тоже ничего не знаете. Сейчас три вопроса задам, вы не ответите без Google. Ну, давай. Три вопроса задам. Ну, если вам вот там подсказывают кто-то уже. Даже шума вашего курятника не помогает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok